Как развивать туризм в Кыргызстане, государство не может решить давно. Были разные варианты. Пытались рассказать о стране через канал Discovery, даже разрабатывали стратегии с продвижением различных туристических завлекалок, наподобие страны Санта-Клауса. Однако все эти проекты оказались провальными. Во время недавнего обсуждения национальной стратегии, председатель Национального банка страны заметил, что нам сложно конкурировать с международными курортами. А значит, нужно по-настоящему заманчивое предложение для иностранных туристов. Как один из вариантов, Толкумбек Абдыгулов предлагает легализовать марихуану. Понятно, что ни о какой легализации марихуаны не может быть и речи. И свое предложение глава Национального банка озвучил больше в качестве шуточного примера. Но то, что фишки Кыргызстану действительно нужны, в департаменте туризма понимают. Способов завлечь туристов в Кыргызстане много. Осталось реализовать задуманное. В Кыргызстане фишка туризма – это горы. В Кыргызстане фишка туризма – это озера, реки. Фишка туризма – это может быть великий шелковый путь. Он стал неким большим брендом. Мы можем вклинуться туда на сегодняшний день. Большим брендом может стать в Кыргызстане наша богатая культура. Новый тренд в сфере туризма – сейчас смотреть новые места, там, где развита глубинная культура, и туристы осматривают такие места. Говоря о том, что все у нас есть, и на это не едут туристы, это тоже неправильно. Просто нам нужно показать эти фишки миру. Мир еще не знает эти фишки, то, что у нас находятся. Поэтому, если мы хотим больше туристов, если мы хотим массовый приток туристов, тогда нам нужно ее показать массе. В этом отношении, мне кажется, на сегодняшний день заключается загвоздка туризма. Эксперты говорят, одних только фишек недостаточно. Для развития туризма необходимо решить множество проблем, которые остаются нерешенными на протяжении уже многих лет. Среди них есть вопросы, которые просто жизненно необходимы. Однако чиновники на всех уровнях не хотят замечать важность проблемы. Как приехать в Кыргызстан? Проблема приезда в Кыргызстан. Даже от наших ближайших соседей тоже проблема. От наших соседей казахов к нам приехать проблема, вы знаете, это проблема, связанная с переходом границы, проблема с нашими ГАИ, другие проблемы. Проблема, допустим, из Сибири, недостаточное количество рейсов. Проблема из дальнего зарубежья, то же самое, к нам самолеты не летают. Как решить эту проблему? Мы много раз говорили, на разных форумах, встречах с правительством и так далее. Если проблему не начать решать, Кыргызстан может потерять и тех туристов, которые уже были в Кыргызстане. Даже прошлогоднее затишье на курортах Египта и Турции не увеличило приток иностранных гостей. Отдыхающих разобрали другие страны. Сейчас, после того, как ситуация с курортными зонами в мире нормализовалась, нашей стране нужно усилить работу, чтобы сохранить отрасль.